Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по посланию к эфесянам Первого Верховного Апостола Павла. И сегодня мы будем рассматривать третью главу этого послания. Эта глава состоит как бы из двух частей. Первая – отчета Павла Ефесянам о самом себе, о том, как Бог назначил его быть апостолом язычников. Это с 1 по 13 стих. Далее – его искренние и горячие молитвы к Богу о ефесянах. Это с 14 по 21 стих. Мы можем заметить, что для этого апостола было обычным сопровождать свои наставления и советы ходатайствами и молитвами к Богу за тех, кому он писал, так как он знал, что все его наставления и поучения будут бесполезны, если Бог не будет содействовать им. И мы на библейском портале «Экзагет» тоже всегда молимся перед записью этих передач, уповая на Божью помощь. Итак, прежде всего, отчет Павла Ефесянам о самом себе, о том, как Бог назначил его быть апостолом язычников. Как я уже сказал, это с 1 по 13 стих. И мы читаем 1 стих 3 главы. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников». В блаженной памяти Ирей Даниил Сосоев пишет. Но почему сказано, что он сделался узником Иисуса Христа? «Дело в том, что апостол был как бы невольником Христа. Когда перед своим арестом он отправился в Иерусалим, Дух Святой свидетельствовал по всем городам, что узы и скорби ждут его. Однако Павел, влекомый силой Святаго Духа, шел, чтобы стать свидетелем Христа и в Риме». Это как бы аллегорическое понимание того, что значит, что он был узником Иисуса Христа. Профессор Десницкий объясняет слово «узник». Это слово следует понимать буквально. Павел терпит заключение ради Иисуса Христа. Не исключен и переносный смысл. На самом деле Павел пленен только Иисусом Христом. Профессор Десницкий обращает внимание на буквальный смысл и на возможное духовное прочтение. Надо сказать, что первые христиане, когда они молились, они воздевали руки. Но этот жест означал сдачу в плен. И когда люди поднимали руки, сдаваясь в плен, они показывали, что они без всякого оружия. И мы тоже сдаемся в плен Богу, плененный Его благодатью. Далее. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас? Профессор Десницкий объясняет значение этих слов «домостроительство благодати». По-гречески «экономия», «домостроительство» буквально переводится как «устроение домашнего хозяйства» или «служба домоправителя». С одной стороны, речь здесь идет о Божьем замысле спасения. Именно такое богословское значение приобретает этот термин. А с другой, о роли, которую играет Павел в осуществлении этого замысла, она может быть уподоблена роли домоправителя по указанию хозяина дома, заботившегося о домочадцах и распределяющего между ними задания. И в первом послании к Коринфянам, 3 глава с 11 по 13 стих, мы находим такие слова. Здесь апостол Павел пишет, «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы. Каждого дела обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть». То есть домостроителями являемся все мы, но очень важно строить не из соломы, а опираться на что-то более существенное и значительное. Далее апостол Павел пишет, «Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы, вот далее он объясняет значение этой тайны, «Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его». Блаженной памяти Ирии Даниил Сысоев пишет, «Эта тайна Христа не была возвещена прежним поколением сынов человеческих. Прежние поколения людей знали, что Бог как-то спасает. Евреям было точно известно, что спасение придет свыше, и язычники по темным преданиям древности догадывались об этом. Отсюда Сатурналии, во время которых люди вспоминали Золотой век и говорили, что эта эпоха когда-нибудь вернется. Таким образом, надежда на спасение была у всех. Но в чем это спасение состоит, люди не знали во всей полноте. Они думали, что просто избавятся от преисподней. То есть в понимании древних людей все шли в преисподнюю, то есть все шли в ад. Были какие-то избранники в понимании язычников, которые сподоблялись того, чтобы на Олимпе там с богами пировать вместе. Но в целом все шли в ад. И такое же ощущение было не только у язычников, но и у самих евреев. Потому что никто еще не был искуплен кровью Иисуса Христа. Хотя, скажем так, ад тех, которые надеялись на пришествие Спасителя Мессии, это один ад, а ад нечестивых – это другой ад. Потому что Авраам говорит богачу, между вами и нами утверждена великая пропасть. Так что, если кто-то от вас захочет перейти к нам или от нас к вам, то он этого не сможет сделать. И блаженный Иероним, объясняя это, он пишет, что нижний и верхний ад – это как небо отстоит от земли. И про Лазаря мы читаем, что он утешался, пребывая на луне Авраама. И возникает вопрос, а как можно утешаться в аду? Он утешался тем, что эти временные страдания, они и кончатся, придет Христос, облистает от сияния божества и освободит души верхозаветных праведников, которые умерли, имея надежду на его пришествие. Апостол Павел далее пишет, «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христова и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава». Апостол Павел здесь говорит о тайне домостроительства спасения не только еврейского народа, но и всех людей. Обращая внимание на то, что мир сотворен Богом Отцом через Его Сына Иисуса Христа, а если все мы творение Божие, то забота о нас, она и осуществляется и Богом Отцом, и Богом Сыном, действием Духа Святаго. Блаженный Иероним Стридонский пишет, «Ничто не может подать нам уверенности и чистоты совести, о которой сказано, если совесть нас не упрекает, то мы имеем доверие к Богу», кроме слова, премудрости, истины и правды, которые все относятся ко Христу. «Как все делает разумно и по порядку, кто-либо, тот верует во Христа, как слово и разум, кто может усвоить премудрость, веруя во Христа, как премудрость, кто понимает истину, тот верует во Христа, как в истину, кто живет праведно, тот верует в Него, как правду». То есть во Христе и со Христом мы имеем полноту Божественного Откровения. А так как в Нем совершилась и тайна нашего спасения, то, прилепляясь к Нему через веру в Него, мы и становимся участниками, соучастниками этой Божьей благодати. И в книге пророка Иезекииля, 22 глава, 30 стих, говорится, «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». То есть в древние ветхозаветные времена, задолго до Бога воплощения, никто не мог найти того, кто станет посредником между Богом и родом человеческим. Потому что посредник между Богом и людьми должен быть и Богом, и человеком одновременно. Нечто подобное говорится и в Новом Завете, в книге Откровения Иоанна Богослова, 5 глава, с 1 по 7 стих. «И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями. И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достойно раскрыть сию книгу и снять печати ее. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землей раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне, «Не плачь, вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее». И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных, посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые в суть семь духов божьих, посланных во всю вселенную, и он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле». Итак, у пророка Иезекииля 22.30 говорится, что невозможно было найти человека, который бы стал в проломе за эту землю. А в книге Откровения, 5 глава, с 1 по 7 стих говорится, что ни на небе, ни на земле, ни под землей не нашлось никого, кто бы мог бы открыть памятную книгу Божию. Но таковым оказался только лев из дома Давидова. Это Господь наш Иисус Христос. Он здесь называется львом за свое царственное достоинство. И он также называется агнцем, который был заклан за наши грехи и наши преступления, имеющие семь рогов. Семь рогов – это готовность сопротивляться противникам благодати. И семь очей, которые суть семь духов Божьих – это всеведение Божие. Только Он один, Господь наш Иисус Христос, единственный на небе, на земле, может решить проблему наших грехов. Он может раскрыть эту памятную книгу Божию и изгладить из нее все наши грехи и преступления. И первое послание к Тимофею, вторая глава, пятый, шестой стих сказано, «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». И вот это и есть домостроительство спасения во Христе, со Христом и через Христа. Далее, в этой главе, с 14 по 21 стих, «Его Павла искренняя горячая молитва к Богу о Ефесянах». Мы можем заметить, что для этого апостола было обычным сопровождать свои наставления и советы ходатайствами и молитвами к Богу, о чем мы уже сегодня говорили. И мы читаем с 14 стиха и ниже, «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого, то есть от Бога Отца, именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Что значит «от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле»? Свидетель Афанасий Великий пишет, «Не Бог подражает человеку, то есть называя себя Отцом, а скорее напротив того, люди, созданные по образу Божию, по элику Бог в собственном и единственном смысле есть истинный Отец Сына Своего, и сами, то есть люди, наименовались Отцами Чад Своих, потому что из Него всякое Отечество на небесах и на земле именуется». То есть Бог называется Отцом не в смысле, как бы берется сравнение из нашего семейственного обихода, напротив, от взаимоотношений Бога Отца с Богом Сыном берутся сами такие понятия, как «отец», «отечество», «отчизна» и так далее. Потом обратим внимание на то, что 15 стих здесь говорится, «от которого, то есть от Бога Отца, в его взаимоотношениях с Богом Сыном именуется всякое Отечество на небесах и на земле». Что это значит? Это значит, что у нас есть не только небесное Отечество, но и земное. И как говорил святитель Филарет Дроздов, неблагонадежный для царства земного может оказаться неблагонадежным и для царствия небесного. Блаженные памяти Иерей Даниил Сысоев развивает эту мысль. От Бога Отца именуется всякое Отечество на небесах и на земле. Всякое отцовство, существующее во Вселенной, имеет корень в Боге Отце. Зачастую люди думают, что мы называем Бога Отцом по той причине, что проводим некоторую аналогию с земными отношениями отцов и детей, которые переносим на Бога. Апостол Павел учит, что дело обстоит с точностью да наоборот. Бог есть Отец Сына, и от Него происходит принцип отцовства и на небесах, и на земле. И отец Даниил, блаженной памяти, продолжает. Дело в том, что принцип отеческой власти, когда старший заботится о младшем, печется о них, учит, поддерживает, укрепляет, наказывает, действует не только между плотскими детьми и родителями, но также и во всех мирах. Например, старшие ангелы учат младших, серафимы учат господств, господство наставляют ангелов и так далее. Словом, ангельские иерархии обучают друг друга. Приближенные к Богу ангелы заботятся об ангелах, которые от Него дальше. Кроме того, ангелы заботятся о людях. В этом смысле они являются духовными отцами людей. Ангел-хранитель охраняет, защищает человека, наказывает и таким образом осуществляет отцовство. Физические отцы имеют власть над детьми, но при этом и заботятся о них. А иначе они не отцы. Священники заботятся о своих духовных чадах. Они молятся о них, исповедуют их, учат, наказывают, поддерживают, утешают. Это тоже отношение отцовства, восходящее к первому отцовству Бога Отца, в котором корень всякого отцовства. Конец цитаты. И действительно, как говорил святитель Филарет Дроздов, тот, кто не любит своего земного отечества, для Отечества Небесного, неблагонадежен. Итак, сегодня мы сделали обозрение третьей главы послания к эфесянам, первоверховного апостола Павла. И если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем просматривать четвертую главу этого послания. Подписывайтесь на библейский портал Экзегет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok